Итак, очень важно понять такую вещь, что энергия любви — очень опасная сила. Она разрушает всё, или даёт полное счастье, или даёт полное страдание. Причина этой опасности — неправильный настрой наш. С самого детства маленький ребёнок, допустим, он видит маму, мама его любит, и дальше что он делает? Он немедленно начинает этим пользоваться. Он кричит, визжит. То есть он не служит маме, не терпит всё, не заботится о ней. Он просто требует внимания к себе. Чуть-чуть она оторвалась, сразу же он к себе внимания и так далее. Понимаете? И так до бесконечности мама с ума сходит. Но так как от него Бог так сделал, что Бог высвечивает у ребёнка всю его чистоту. То есть, понимаете, это называется благодарность, это ответ любви. То есть мама видит душу в ребёнке. Невозможно в человеке просто так душу увидеть, но мама видит самое лучшее и светлое в своём ребёнке. Она видит душу. А видение души само по себе даёт возможность служить человеку бесконечно, не желая ничего взамен. Вот так именно устроено отношение между мужем и женой. Надо научиться видеть чистоту в человеке, не наслаждаться им, а чистоту в нём увидеть. И тогда ты сможешь ему служить легко. Но до этого целый путь надо пройти. А с ребёнком Бог сразу это даёт. И мама видит чистоту в своём ребёнке, она ему служит, он капризничает, что только не вытворяет вообще. Может кусать за грудь там, что только не вытворяет. Он ничего не соображает. Он просто хочет наслаждаться тем, что он имеет и всё. Он вымучивает маму, она уже начинает плакать, ругаться на него. Но всё равно любит его и всё равно продолжает ему служить. Хотя ей очень трудно, потому что он тянет с неё все силы, вытягивает. Потом наступает такое время, когда происходит половое созревание, любовь ребёнка переключается на другой объект. Ребёнок уже не хочет любить маму или папу, он хочет любить мальчика или девочку. В результате мама или папа чувствуют опустошение. То есть они видят, что как будто что-то оборвалось с ребёнком, какая-то связь. Вроде мой был, теперь пац уже не мой. То есть я ему стучусь, с нему говорю, что-то он меня не слышит. Возникает конфликт. Чем больше мама заставляет ребёнка себя любить, она говорит, сынок, а как у тебя дела? Мама, ну всё нормально. Я так за себя волнуюсь. Мама, не волнуйся. Вот, и так далее. То есть он уже не знает, что ему делать. Мама его замучила. Почему? Потому что она скучает, хочет любви. А так как она не знает, не понимает, как иметь дело с любовью. Что если ты хочешь любви, просто молись за ребёнка. Что-то сделай ему. Что-то делай для любви, и тогда ты будешь находиться в любви. Но люди хотят не делать для любви. Они хотят наслаждаться любовью, чтобы для них что-то кто-то делал. Допустим, ребёнок должен маме говорить, как у него. И таким образом она наслаждается отношениями с ним. Она наоборот позвонит и скажет, сынок, а у меня всё хорошо. А я начала зарядку делать, молиться. И так далее. Мама, спасибо, здорово, что я так рад тебя слышать. То есть никакого нажима нет, потому что она ему служит. И делает то, что ему нравится, а не то, что она хочет от него получить. Она что от него хочет получить? Что мама от ребёнка получает? Женщина живёт счастьем тех, кого она любит. Если она слышит, что всё хорошо, значит ей хорошо. А если всё плохо, ей плохо. То есть она живёт счастьем тех, кого она любит. А надо приносить им счастье, а не требовать от них счастья. Она пытается забрать себе счастье. Или она приходит, допустим, домой, она ещё хуже от дела обстоят с внуком. Это вообще, как бы, если ребёнок тебе принадлежал, ты получаешь от него счастье, потому что Бог тебе подарил, то внук тебе вообще не принадлежит, он принадлежит твоим детям. А счастье от внука идёт больше даже, чем от сына или дочери. Больше ещё. И он, бабушка, вау, внучок! Вот, родители думают, пришла опять баловать его, опять конфетки там туда-сюда. И только наказали. Вы пойдём из угла, всё, у тебя праздник. Я пришла, говорит, мама, ну, сынок у нас в углу стоит, он наказан. Не балуй его, сегодня исключение. Всё, себе на руки. Ну, ему только это и надо было. И родители, ну, как же бабушку отучить домой-то ходить, портить внука? Любовь. Видите, мы не умеем пользоваться любовью. Мы что хотим с ней, то и делаем. Потом рушатся отношения. То есть в данном случае с кем рушатся отношения? Сначала с детьми, а потом внук чуть подрастает, бабушка же продолжает, как бы, хотеть отношений. И с внуком также портится отношения. Потому что ребёнок вот на это влечение сильное реагирует только потому, что он нуждается в защите в раннем детском возрасте. Потом он подрастает, подрастает, ему защита не нужна. Он отфутболивает и бабушку, и родителей. У него наступает своя жизнь. Значит, никакой любви не было. Просто страх, как бы, остаться без защиты. Это тоже вид любви определённый, но это не слишком высокая любовь. Поэтому дети должны развивать к родителям свою любовь сами. Они должны учиться их любить. Понимаете? Родители должны учить детей строгостью. Ну ладно, это другое дело. Мы с вами изучаем, что такое любовь. Вот смотрите, допустим. Парень полюбил девушку, да? Почему так много книжек пишут, вот, как бы, музыки всяких, песен? Почему? Если такая классная вещь, вот полюбил, допустим. Почему люди вот познакомились, начали встречаться, бац, она его бросила? Или он её бросил? В чём причина, вот как, по вашему мнению? В чём причина? Почему они не могут быть вместе? Вот в чём мешает? Да, мешает вот этот вектор. Вот я как бы... Вот представьте, я, допустим, приехал лекцию читать, да? Такой, а я так сильно скучал по вашему городу. Ой, я так хочу в Кишинёк. Хочу. И я приехал, допустим, на... Здравствуйте. Ну, представьте, вот так он был... Лекция... Олег Геннадь... Олег Геннадьевич расстанет... Ему так хорошо здесь. Он даже забыл, о чём говорить. Вы думаете, ну, когда лекция-то начнётся, Олег Геннадьевич? Лекции нет. Потому что вектор любви пошёл не в ту сторону. То есть я не выполняю свою обязанность. Меня развезло. Понимаете, о чём я говорю или нет? Что такое безответная любовь? Вот у человека создаётся мечта, допустим, определённая. Вот, допустим, есть мечта. Вот такая девушка у мужчины, допустим, такая девушка у парня. Да, у девушки такой мужчина, допустим. Мечта, да? Мечта — это означает, вот где, в каких отношениях я буду максимально счастлив. Вот прямо супер. Вот чувство есть такое, ощущение есть. Откуда это ощущение идёт? Откуда вот такой образ взялся? Он идёт из опыта с прошлой жизни. Представляете? Даже это плохо, оказывается. Вот, допустим, люди говорят, хочу прожить так, служить, чтобы у нас было всё хорошо. Вот всё хорошо, пожалуйста, вся жизнь, всё хорошо. Но в следующей жизни у тебя уже есть опыт. Ты уже всё, у тебя мечта. Хочу ещё раз вот это. А уже в этой жизни уже всё, как бы это уже не положено. Понимаете, человек ищет всю жизнь. Потом раз, встретил человека. О-о-о-о, всё, вот это моё. И сразу начинает энергию любви перетягивать на себя. Это страшная сила. Она разрушает отношения. Вот девушка говорила, я его так люблю, что он обнаглел. Так это ещё полбеды. Ты его ещё не так сильно любишь. Если чуть ещё посильнее полюбишь, он не просто обнаглеет, он будет расходоваться, истощаться. Поднимите руку. Кто из вас встречался с человеком? Человек вас так сильно любил, что он плохо становился этот. У вас не хватало стилы. Вон, мужчины, пожалуйста. Вот девушка, вот, вот и так далее. Кто-то уже забыл об этом, что так было. Понимаете, это я уж не говорю о том, что, допустим, вы сразу увидели человека, так сильно полюбили, что он даже не смог на вас посмотреть. Ему плохо стало просто от самого взгляда. Это называется безответная любовь. Я говорю о том, что вы встретились, у вас были взаимные чувства, и кто-то на себя начал перетягивать, кто-то начал сильно любить. И потом всё хуже, хуже, тяжелее с этим человеком общаться, и всё. У меня была такая ситуация, я так её не смог спасти. То есть моя одна родственница, она познакомилась с парнем, и он начал перетягивать одеяло на себя. И просто потерял себя. Она, вот, человек супер просто хороший. Я начал с ним общаться. Говорю, ну слушай, брат, ну нельзя. Вот давай лекции. Я им прямо специально для них лекцию прочитал. Он на русском не может понимать. Вот. Я специально для него лекцию прочитал, чтобы он понял, как надо себя вести, чтобы она осталась. Так мне нравился этот человек. Но он ничего не понял. И так он и не смог сохранить эти отношения. И эта девушка осталась у неё в мечте. Ведь откуда возникает вот эта мечта, что я вспоминаю о том, что у меня было? Откуда эта мечта возникает? Она возникает от того, что ты, как бы, перепутал кое-что, кое-чем. Понимаете, запомните, вот эта любовь-мечта и любовь-вера, то есть это самые сильные качественные уровни любви. Любовь-мечта — это сильная. А есть ещё сильнее, называется любовь-вера. Понимаете, эти два вида любви можно строить в отношениях только с Богом. Если у человека нет отношений с Богом, он не может задействовать эти два вида любви куда-то, то они, естественно, задействуются в отношениях с людьми. Вот, допустим, твой ребёнок стал твоей мечтой или твоей верой. Если ребёнок стал мечтой, он там у тебя там индиго, ты его называешь там, или ещё как-то. Сейчас много разных современных слов. У меня необычный ребёнок. То есть это значит уже как минимум любовь-мечта. Или, может быть, даже уже любовь-вера. То есть он верит в своего ребёнка. Я живу только для тебя, для своего ребёнка. Вот. Любовь-вера это означает уже. Если любовь-мечта, он необычный. В чём его необычность? Понимаете, маленький ребёнок, если его мать так любит, вот она всё, как бы вокруг него, всё. Он сразу начнёт наглеть. Он ей начнёт манипулировать. Он же неразумный ещё. И он начнёт сразу вот из неё верёвки, видите, сразу же, моментально. Даже собачку, если ей такое положение поставить, она тоже будет, как бы, так же себя вести. Я пришёл к одним знакомым домой, у них там кот. И он куда хочет, туда ходит. Хочет, на стол прыгнет. И думаю, кто же вы так любите? Смотрю, хозяйка. Я говорю, вы должны его воспитывать. Она говорит, как? Ну, закройте, например, его в комнату, когда гости пришли. Она его закрывает в комнату. Пошёл, такие вопли, короче. Они открыли, он такой убегает. Чё такое? Ну, то есть, понимаете, он главный там, в этом доме. Что его так любят, что он главный. Он... И тут, чё за ерунда вообще? Он так сильно обиделся. Он начал писать в разных местах сразу. Даже кошку так нельзя любить. Опасно. Она монстром становится просто. Ребёнок тоже может быть очень нахальным. То есть, он может чувствовать себя вот очень... Как бы вот так. Это от неправильного отношения. То есть, если вот эта любовь, мечта, любовь, вера не задействована нигде, можно из человека сделать монстра. Можно монстром сделать своего ребёнка, своего мужа, свою кошку, собачку. Если тараканов как полюбить, то они тоже монстрами станут. Сколько угодно. Ну, то есть, другими словами, вот это отношение к любви, вот такое вот, оно является патовым. Можно даже его проследить в песне, допустим. Вот представьте, человек вот так вот полюбил. Он... А почему это происходит? Потому что сначала надо полюбить Бога, сначала любовь, веру ему надо отдать. Надо верить, чтобы Господь тебе дал человека. Вот. И попытайся не наслаждаться этим человеком, а делать то, что ему надо в жизни. Вот ему что-то надо. Он человек, он не Бог. Он не может просто тебя наслаждать. Ему нужна забота, внимание и так далее. Вот девушка потерянная. То есть, не чувствует заботу. Внимание. Почему? Потому что человек думает, что вот так. Его должны любить. И всё. Понимаете? Но это ещё не всё. Проблема заключается в том, что если человек испытал в жизни такую любовь, мечту или любовь, веру, и не нашёл любовь к Богу в своей жизни, то он так и будет об этом вспоминать всё время. Он даже не сможет погрузиться в свою личную жизнь, воспитание детей, в отношения к своим близким человеком, потому что близкий человек — это тот, с которым ты не можешь по определению строить именно такие отношения, потому что иначе они разваливаются. Понимаете? И поэтому отсюда берутся вот такие песни или размышления в сердце многих людей. Многих людей. Эти размышления идут от того, что человек не нашёл отношения с Богом в своей жизни. Он не почувствовал того, о ком действительно можно мечтать и в кого можно верить. Понимаете? Мы перепутали Бога с человеком. Из-за этого возникают вот такие вот настроения. Это Бог тайно-долго. Это Бог тайно-долго. Субтитры создавал DimaTorzok Что заставило предать мелодию любви? Что заставило предать мелодию любви? Вот что заставило. Это в другой песне вы услышите. Но только уже женщина не учат. Ты приносишь мне рассвет Пенье птиц из вод ручья А вы думаете, кто приносит рассвет? Пенье птиц из вод ручья Пенье птиц из вод ручья Пенье птиц из вод ручья Ты приносишь мне рассвет Пенье птиц из вод ручья Пенье птиц из вод ручья Понимаете? Любовь имеет божественную природу. В человеке есть божественная и есть человеческая. В каждом человеке есть душа. Душа — это божественная частичка, частичка Бога. Бог специально озаряет душу для того, чтобы привлечь внимание другой души. Так люди влюбляются друг в друга. Но когда человек видит это озарение, свет души, когда начинает видеть через глаза другого человека, и когда он никогда святость в своей жизни не видел, когда он Бога в своей жизни никогда не чувствовал, этот человек думает, что вот это и есть Бог. Вот это и есть рассвет моей души. Это так и есть. То есть этот человек действительно сияет Богом. То есть он божественный, любой человек божественный по своей природе. Он действительно сияет Богом, он приносит рассвет. Действительно так и есть. Но проблема заключается в том, что человек не знает, что через человека действует Бог. Эта божественная энергия через него действует. У меня на лекции одна девушка говорит, Олег Геннадьевич, вот смотрите на фотографии, у вас сияние над головой. Я говорю, это лампы, софиты сверху светят. Она говорит, нет, 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 это аура. Я точно так. Я не смог ее убедить. Знаете почему? Потому что она перепутала одно с другим. Вот. То есть проблема заключается в том, что мы путаем. Да, через человека действует что-то божественное. Но мы не должны путать. Понимаете? Иначе отношения меняются. Иначе у нас что-то в голове происходит. Не то. Это очень опасно. Когда человек может не путать? Когда у него уже есть отношения с божественным. Когда он, допустим, вот как можно выдержать энергию любви? Вот. Хочется же настоящей любви. И скажешь, а как жить без любви? Конечно, хорошо, когда настоящая любовь. Но ее надо выдержать. Вот как? Вот допустим, если ты любишь Бога, у тебя есть это внутри, вот чувство. Кто такой Господь? Если у тебя есть чувство святости внутри. И появилась девушка твоей мечты. Которая королева красоты. Ну и она как бы хочет строить с тобой отношения. Ты можешь выдержать. Потому что ты молишься Богу. Ты как бы настроен на Него. Ты понимаешь, что любовь между мужчиной и женщиной это испытание. Это не награда. Это испытание. Кстати, если вы хотите жениться и выйти замуж, вы должны об этом знать. Вот допустим, девушка увидела парня, который очень сильно может ей понравиться. Но если он ей уже понравился, и она такая, аааа, все, до свидания. Этот человек никогда с тобой уже не будет. Почему? Потому что ты ему не нужна. Потому что ты как бы выглядишь очень некрасиво. Да. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка. Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Вот. Влюбилась. Или наоборот. Противоположный случай. Пропала мальвина, невеста моя. Сбежала мальвина в чужие края. Такой пьеро, да? Такой замученный весь. Да кому нужен такой мужик? Женщина, согласна со мной? Там какой-нибудь за вами увяжется такой. Как пошла я за водой, убежался, черт за мной, да? Думала, мужчина, что за чертовщина? Бабки-ежки поедут. Чистушки. Но здесь есть как бы еще кое-что, что я вам хочу сказать. Все не так просто. Мы будем сейчас изучать эту тему серьезно. Итак, вот смотрите, первое, что надо знать. Вот, допустим, понравился человек. Это испытание. Это не награда. Хочешь, чтобы семья создалась? Девушка хочет, чтобы семья создалась. Должна молиться Богу, чтобы сохранить себя. Быть может, ты на свете лучше всех. Но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Ну, то есть она должна быть защищена вот этой силой. Он должен добиваться ее. У него должна любовь в сердце вспыхнуть. А когда у мужчины вспыхивает любовь? Когда она недоступна? Вот он смотрит, с ней ничего не происходит. Он говорит, о-о-о, все. Он как начинает влюбляться. А это не манипуляция. А? Это не манипуляция. Манипуляция. Я поэтому говорю, что любовь между мужчиной и женщиной, это испытание. И вот в отношениях кто спросил? Чего руку не поднимать? Кто спросил? А? Я стесняюсь. Так я хочу вам кое-что рассказать про вас интересненькое. Из этого вопроса кое-что вытекает. Ну, не хотите, не буду рассказывать. Я очень хочу. Я понимала, откуда вопрос нам не задали вопрос. Но я не вижу вас кто, где. Кто говорит со мной? Вы говорите? Вы? Ну, садитесь. 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 Замужем? Замужем? Хотите знать почему? Потому что не умеете контролировать энергию любви. Видите? Поговорили. Это не манипуляция. Это знание. Да? Вы хотите, чтобы я с вами поговорил теперь? Хотите, чтобы я с вами поговорил? Если нет, тогда молчите. Я вам тоже кое-что могу рассказать. Интересненько. Все. Слушайте лекцию. Мои хорошие, пожалуйста, не делайте выводы раньше, чем вы поняли тему. Хорошо? Иначе будет вам самим неудобно. Потому что мы так же будем с вами говорим, как отношения строят в семье. Отношения даже в семье имеют легкую природу. Не тяжелую. Например, если ты хочешь, допустим, воспитывать близкого человека, сначала его простить, принять и потом по-доброму ему аккуратно что-то рассказывать на эту тему. Но не надо напрямую как бы... Можно разрушить свою семью таким образом, между прочим. Закивало головой. Понятно. Вот именно, что понятно. Так вот, вы, пожалуй, сейчас не выкрикивайте, а слушайте лекцию. Понятно? Хорошо? Разберемся со всеми вопросами. Итак, это не манипуляция. Это знание. Вот, допустим, если вы знаете, как устроена любовь к ребенку, и вы контролируете эту любовь. Это не манипуляция. Контроль любовью, любви — это не манипуляция. Это улучшение отношений. Это для любви. Для любви. Любви. Вот если я, допустим, есть определенный способ поведения, который нужен для того, чтобы читать лекцию. Это манипуляция или нет? Если я так делаю для того, чтобы вам было интереснее, разве это манипуляция? Вот, допустим, я песенки включаю. Не манипуляция, это любовь. Видите, организация нужна для любого процесса. Организация нужна также для знакомств. Если ты не знаешь, что любовь между мужчиной и женщиной имеет корыстную природу, и это значит, что если ты… Вот, допустим, подходит ко мне девушка, говорит, Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Я говорю, я знаю причину. Она говорит, какая причина? Я говорю, вы слишком быстро влюбляетесь. Я не вам говорю, вообще просто. Вы слишком быстро влюбляетесь. И человек в результате становится неинтересным. Она говорит, правильно, Олег Геннадьевич, а что делать? Я говорю, надо научиться молиться Богу, чтобы выдержать натиск энергии любви. Девушка сильно быстро влюбляется по двум причинам. Первая причина – сильно долго ждет, когда замуж. Вторая причина – у нее нет отношений с Богом, нет силы контролировать себя. То есть, она увидела объект, который, и все растаяло, она уже не может, все, она растаяла, все. Он не может влюбиться. Если огурец влюбился, он стал таким вялым, таким тухлым, никто его не будет покупать. Всем нужен такой крепкий огурчик, такой самодостаточный, жизнерадостный. Понимаете? Так и девушка тоже. Она должна быть самодостаточной, счастливой. Она не должна быть несчастной такой, замученной. А любовь сжигает человека психику. Он не может быть самодостаточным. У него чувство, собственно, достоинства тает, когда он влюбился. Не повышается. Поэтому она должна выдержать натиск. Она должна молиться Богу. Должна работать над собой для того, чтобы... И должна быть счастливой и самодостаточной в отношениях с подружками. Именно поэтому и надо создавать эти отношения, чтобы выдержать натиск. Если ты не выдерживаешь, а поддалась влиянию человека, то два варианта. Или он тебя обманет, сексом позанимается, выбросит. Или второй вариант. Может быть, вообще он даже тебя и не полюбит. Просто не обратит внимания. Понимаете, какое дело? То есть, любовь сама духовную природу имеет. Но даже, чтобы создать семью, нужно знать, что любовь между мужчиной и женщиной это такая штука, которая вступает в взаимодействие с нашим эгоизмом. Что такое эгоизм? Это неправильное использование энергии любви. Человек, допустим, чувствует любовь и сразу начинает пытаться ее взять на себя. Но любовь, что такое Любовь? Любовь – это сила, которая всегда направлена только на служение. Сама по себе любовь соткана только из служения, не из наслаждения. Фактически, если говорить о любви, вечной любви, которая никогда не закончится, она достойна только тех людей, которые способны отказаться от счастья своего и дарить счастье близкому человеку. Даже, если счастье пришло, опять отказаться и дарить счастье близкому человеку. Это будет вечная тогда любовь. Но если ты не можешь отказаться и дарить, а всегда хочешь наслаждаться, значит, тогда эта любовь будет таять. Вот, допустим, девушка говорит, «Разговаривай со мной понежнее». Он такой уже, «Моя дорогая». Ну, то есть он и хочет понежнее, но, понимаете, любовь в атмосфере насилия, она тает. Она говорит, «Разговаривай понежнее». Он, «Моя дорогая, еще понежнее». «Моя дорогая, еще понежнее». «Да пошла ты!» Нежно, потому что он не может. Его насилуют. То же самое парень, он такой обнимает. «Слушай, ну ты как-то уже очень сильно так это увлекся. Мне тяжело так. Терпи. Я тебя люблю». Она такая, «Да не нужна мне такая любовь». Все знают, о чем я говорю. Я говорю о том, что мы не знаем, как с ней быть, с этой энергией, в этом проблема. У нас нет знания. Мы рушим свою жизнь из-за этого. Ну, то есть, совладать с этой энергией очень сложно. Откуда берут скандалы? Они всегда имеют одну и ту же природу. Это требование любви к себе, скандал. Все. Больше нет других никаких скандалов. Почему ты так со мной себя ведешь? То есть, мне не нравится такое поведение. Я хочу другого поведения. Скандал означает требование любви. Но если человек научился любовь отдавать, он самодостаточный в отношениях. Зачем тогда скандалить? Чтобы тобой себя неправильно ведут? Хорошо. Прими это. Начни по-доброму относиться к человеку. Он почувствует к тебе благодарность за это. Через благодарность у тебя появляется возможность его воспитывать. Он тебе благодарен и будет слушать твои слова. Скажи по-доброму ему. Очень мягко. Потому что атмосфера любви, она требует мягкого стиля. Это не манипуляция. Это знание, как себя вести где-то и где-то. Вот, допустим, если ты едешь на корабле с парусом, да, парусная лодка, там очень нежное, тонкое обращение с парусом нужно. Потому что если ты дернешься сильнее, то лодка повалится. Потому что ветер на парус влияет очень сильно. Поэтому нужно очень тактичное обращение. Это сильная штука, понимаете, ветер, который влияет на парус. Можно все затопить и погибнуть даже. Поэтому учат людей, если ты на парусники едешь, лови ветер аккуратно, никогда не позволяя себе резких движений. Точно так же и в любви, понимаете? То есть люди должны знать, что эта энергия очень сильная. Она сильно завлекает человека, сильно владеет человеком, сильно погружается внутрь сердца, сильно ранит там внутри сердца, разрушает все, если человек это все теряет. То есть огромной силой энергия, которая очень сильно влияет на нашу жизнь. Может ее разрушить полностью. Некоторые самоубийством заканчивают жизнь из-за любви. И поэтому даже, допустим, близкий человек замечание делает близкому человеку, тот уже не может выдержать. Потому что он настроен на близкие отношения. Когда люди на близкие отношения настроены, в них не входят замечания. Вот, допустим, если мужчина с мужчиной встал, подраться, допустим, да, по морге побить друг к другу, ну, боксом позаниматься. Вот, спарринги. Они не настроены в это время на близкие отношения. Вот почему брат с братом спарринг не устраивает? Потому что у них близкие отношения. Я знаю такие примеры. Есть боксеры, которые завоевывали много наград, но они братья. И они между собой не сражались. Это невозможно. Потому что это другие отношения. Понимаете, в этих близких отношениях нельзя причинять друг другу больно, потому что становится больнее в 10 раз. Вот если тебе что-то скажет чужой человек, ты не обратишь внимания. Если скажет близкий, тебя будут вот так колбасть. Поэтому это не называется манипуляцией. Это называется правильное понимание вещей. Ты говоришь близкому человеку все очень аккуратно, хоть ты женщина, хоть мужчина, не имеет значения. Если ты говоришь все очень аккуратно, то даже в этом случае ему будет трудно это все принять, потому что даже любое замечание разрушает движение энергии любви. Энергия любви создана не для замечаний. она создана для служения. Замечание прерывает как бы эту энергию. Чего ты от меня хочет? Я вроде пришла. Я не хочу таких отношений. Меня хочет вообще. Мы же любим друг друга. Почему он меня мучает, делает мне больно? Понимаете? Боль и любовь несовместимые вещи. Поэтому даже замечание, допустим, есть как бы оружие женское, а есть мужское. Они разные. Допустим, женщина думает, что я тебе больно никогда не делала в жизни. Никогда не делала. Потому что она, женщина, считает, что больно — это только грубость и давление. Вот когда грубо человек себя ведет и давит, это больно. А мужчине, если бы на него надавили, допустим, грубо, ему бы не было больно. Мужчине больно, когда проявляют эмоции и обижаются. Пойдем с тобой поговорим. Слушай, давай завтра. Я сегодня устал с работы. Знакомый, да, Эстер? Потому что ему тяжело. Эмоции пошли у женщины. Давай поговорим. Ну, то есть, женщина, когда она эмоции на женщину и эмоции направляет, вообще нормально. Она подружке потом звонит и говорит, я ему сказала, давай поговорим, как тебе. И он начал ругаться на меня, представляешь? Она, я тебя понимаю. Книжно, ты сказала, очень нормально. Я так тоже говорю своему. Очень нормально вот так. Давай поговорим. А он что-то уколбасен начинает сразу. Потому что у мужчин нет защиты от женских эмоций. У него нет возможности защититься. Так устроена психика. Он не сразу, бам-бам, в сердце в самое. Если бы была защита, он бы не влюблялся. Чего он влюбился? Она такая. Хи-хи. Хи-хи. И все. Влюбился. Почему? Потому что нет защиты. Проникли в самую глубину сердца эмоции. У женщины тоже от мужского влияния нет защиты. Он такой посмотрел на меня. Он так сказал. Все сразу. Почему нет защиты? Мужская сила. Женщина очень вдохновляет. Ответственность. Серьезность. Храбрость. Мудрость. Да, вдохновляет сильно женщину. У на него нет защиты. Она все сразу. И он той же самой храбростью, мудростью, начинает ей демагогию читать. Это силой своей, которой нет защиты. Она такая. Женщина сейчас рассказывает о вашем состоянии. Слушай, когда он уже закончил этот кошмар. У меня уже голова начинает болеть. Я не могу даже понять, что он хочет от меня. Так тяжело это, слушай. Так или нет, женщина? Ну, представьте, вот они встретились. Без манипуляций. Все по-честному. Она ему все по-честному. Ты меня не любишь? Ну, то есть она ему долбанула в сердце. У нее там нет защиты. Он такой. Что ты сказал? То есть он как бы... У него здесь сила. У нее здесь дырка. У женщины. У женщин здесь сила, у мужчин здесь дырка. Он ей отсюда. Что ты сказала? У нее здесь... Бум-бум-бум-бум такая. И она опять отсюда. Ты меня не любишь? Брщ, еще сильнее. Он такой... Га-а-а-а-а-а-а. На нее. И еще хуже. Начинают скандалы. Цепная реакция. Потом посуда летит. Они не знают, что делают. Страшная сила. Ей плохо, ему плохо. Мучают друг друга. Почему? Ну, потому что не знают, что у них близкие отношения. Не понимают, что близких отношений нельзя давить никак. Ни эмоциями. Ни... Демагогий. Мужчина не знает, что когда женщине начинаешь логично все рассказывать, когда ее как бы очень сильно напрягает, потому что женщина не любит это логично. Она и так все сразу поняла, что ты хочешь от нее. С самого начала. Что она сердцем чувствует. И не нужна эта логика вообще. А он думает, что она не поняла, надо ей рассказать побольше. Почему? Потому что мужчина понимает через логику, а женщина через сердце. И она только начали говорить, и она уже поняла. Приду пример. Я подошел к своей жене, говорю, у нас есть община, там людей, которых мы все друг друга знаем. Подошел к жене, говорю, слушай, мне кажется, что вот этот парень, как бы, он, мне кажется, какие-то виды имеет на эту девушку. Жена такая смотрит на меня. Тебе кажется, да? Уже все давно об этом знают. Они все знают уже. Он подошел ей, решил предложение делать. Она такая слушает его, сама думает. Молодец. Пять месяцев назад решил сделать, до сих пор тянул резину. То есть он думает, что она, как бы, неожиданно для нее будет, что он предложение делает. Она уже знает, что пять месяцев назад, что он хотел ей сделать. Понимаете? То есть разное совершенно восприятие мира. Мужчине нужна логика, ему нужно объяснить, чтобы понять. Сердцем не врубается, ему нужна логика. Женщина сердцем включается. Вот, допустим, лекцию слушает мужчина. Женщина его спрашивает, у тебя лекция понравилась? Он говорит, вот такая мысль мне понравилась. И логику ей говорит. А он жену спрашивает, а тебе что конкретно в лекции понравилось? Она говорит, мне лекция сама понравилась. Все конкретно не могу сказать. Понимаете, мы же не знаем этого всего. Мы не знаем, что в атмосфере любви нельзя никакую жесткость принимать. А жесткость возникает из-за боли. Сама любовь, она создает такое чувство, в котором человек не хочет вообще никакой дисгармонии. А дисгармония заложена в самой природе женщины и мужчины. То есть есть женский эгоизм, он создает дисгармонию отношений. Есть мужской эгоизм, он создает тоже дисгармонию. Как проявляется мужской эгоизм? Вот чего мужчина хочет от женщины? Он хочет подчинения. То есть любви он хочет, чтобы она вот... Вот сейчас покажу женщину, чего хочет мужчина? Хочет, чтобы вот так. Дамы, дорогие. Ага. Ах, я так не рада. Вот это он хочет, понимаете? Но самого мужчины теперь слушайте. Само для женщины подчиняться кому-то невозможно. Это для нее сверх аскеза. Она сверх независимый человек. Вот представьте, женщины встали в строй, так подчинятся. Равняйся, равняйся. Смирно. Больно. То есть она не может, мужики, равняйся. Смирно. Больно. Понимаете, мужики, они сотканы из подчинения. И мужчина, когда он как бы любит, для него любовь, это подчинение. Потому что он сам соткан из подчинения. Он очень смиренный по природе, мужчина такой, склонный подчиняться. И он хочет, чтобы жена ему подчинялась. Она должна вот так вот, ой, мой хороший, правильно говоришь. Всегда. Женщина очень сильно чувствует, правильно или неправильно. Я, допустим, я, допустим, я что-нибудь спою жене. Она говорит, спасибо, так приятно. Я говорю, а правильно я спел. Она говорит, давай об этом не будем говорить. Потому что она столько мелочей может в звуке услышать, сколько я даже не мечтал. То же самое, как бы у мужчин, говорит, ты понимаешь, что я в совершенной личности. Он говорит, да, понимаю, понимаю. Пойдем кушать. Женщина видит все в мужчине. Каждую мелочи запоминает на всю жизнь. Мужчина все забывает. Вот он заметил какой-то недостаток в женщине. Забыл, потому что иначе он любить не сможет. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что мужчина хочет, чтобы жена, она вот верила в него. Она не может в него верить, потому что она видит кучу недостатков. Поэтому любовь к мужчине у женщины – это аскеза. То есть она должна с ним вести себя вот так, потому что так надо. И в конце концов наступает такой момент, когда она видит, что если она вот так себя ведет, он таким становится, ее это вдохновляет. Он становится тем человеком, которому хочется подчиняться, потому что в нем вырабатывается ответственность из такого поведения, решимость, смелость, желание защищать жену, желание делать так, чтобы она была счастлива. Возникает из такого поведения. Скромного желания подчиниться мужу. Понимаете? Это мудрость, но это очень аскетично, тяжело так жить. Но это мудрость. Теперь то же самое к женщине. Вот если взять, чего женщине надо? Женщина, у нее природа очень тактичная, чувствительная, нежная, аккуратная такая. То есть с ней нужно вести себя очень аккуратно. Нужно каждую мыслью улавливать, каждое движение. Поэтому есть этикет отношений женщин. Мужчина соблюдает, когда знакомится. Быстрее, раз, пальто ей подал. Она такая, раз, раз ей захлопнул, цветочек ей. И тут, как тебе идти? Вот так вот, быстрее тебе больше нравится или медленнее? Мне вот так нравится. Пойдем тут так. Она и так идет, думает, как хорошо. Ну то есть она думает, теперь всю жизнь так будет жить. Ну то есть мужчина, как интересно, когда знакомится, он как-то интуитивно понимает, что надо делать. Но у нее другие цели. У нее как постель цель, как бы вот. Вот для чего он все сделает. Она думает, что ему нравится так вот себя вести. Нет, не нравится, просто он так ведет, чтобы она, ей понравится. Ну когда понравилось, уже вместе шут, что теперь так мучается. Сама наденет свое пальто. Зачем мне с таким человеком жить? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что любовь к женщине, это что-то такое аккуратное, такое поведение. Знаете, на цыпочках ходить, такая, моя дорогая, я так рад тебе. Ты у меня самая лучшая. Но жена стареет постоянно, а девушка-то молодеет вокруг. Что, он не видит, что ты, дурак? Вот. Ты у меня самая красивая. Он должен так говорить, аккуратно вести себя. Вы скажете, что ему не манипуляция, это не честно. Честно. Потому что так человек поддержит любовь. Нужно говорить, ты у меня самая дорогая, самая красивая. Я так рад тебя видеть, хотя не очень рад. И все равно приятно. Допустим, я подхожу к жене и говорю, прости меня, пожалуйста, я виноват. Она говорит, я на лекции слышала, что ты говорил, что когда ты говоришь, что ты виноват, ты знаешь, что ты не виноват. Несколько раз мне говорили подружки, когда лекции твои слушали. Я говорю, нет, я точно виноват. Я чувствую, что я виноват. А сам вообще не чувствую. Это манипуляция или нет? Она такая, ну, в конце концов, прощает. Прощает меня. И когда она меня прощает, я начинаю понимать, в чем я виноват в этот момент. Ну, значит, правильное мышление. То есть, понимаете, цель любовь в отношении. Цель заключается в том, чтобы эта гармония сохранилась. То есть, мужчина прыгает на задних лапах, для него это унижение. Мужчина не соткан из-за этого всего, понимаете? Вот женщине легко, она так ухаживает за ребенком, за мужем. Она такая, на цыпочке раз подошла, там, раздела, одела, ребеночка запеленала. Она такая по природе. То есть, ей нравится вот такой стиль, очень нежное поведение, потому что она такая сама из себя, вот по природе. Но мужчина не такой. Он так вот и не может, ему тяжело вот так у себя вести. Мне жена, допустим, попросила, говорит, нарежь, пожалуйста, салат. Я до сих пор запомнил, огурец лежит, я говорю, ну салат, да запросто. Я начал резать, она говорит, слушай, этот салат мы вместе будем кушать. Я говорю, ну что это значит? Это значит, что надо режеть тоньше. Я начал потеть, потому что я не могу так тонко резать салат. У меня как бы, я такой, то есть, я потеть начал, мне тяжело так резать салат. Тонко, понимаете, надо резать. Она так, и все очень тонко получается. Чувство по-другому настроено. Или я как бы с удовольствием готов помыть полы, помочь. Но я не могу так одевать эти ножки там, диваны вот так вот, как она там, чтобы вообще все пылинки собрать. Я мою как могу. Она говорит, меня это не устраивает. Я начинаю потеть, когда мою. Я стараюсь как бы. Ну, господи, зачем же я согласился? Понимаете, по-разному психика устроена. И вот это нежное обращение женщину-мужчины колоссальной силой отнимает внутренне. Ему очень тяжело это все. Тем более, что если она чувствует нежность, она еще капризничает в это время. Но капризничает, что тебе больно становится. И ты должен все равно нежность развести. Мужчина, когда женщина так себя ведет, тоже начинает наглеть. Такой становится деловым таким. Всемогущим. Че хочу, то и скажу. Че хочу, то и подумаю. И так далее. Ну, то есть, вот так вот. Все непросто. То есть, надо делать то, что хочет близкий человек, и при этом выдержит его наглежь. Женщина по-женски наглеть начинает, как бы, слишком чувствительной становиться. Мужчина по-мужски. У меня жена приехала девушкам читать в Киев лекции. Всем понравилось. Говорит, она у вас такая нежная, обаятельная. Всех пленила. Приходит домой, как бы, нас поселили там, два этажа такой красивый, дом деревянный. Мой один знакомый. Я наверху там занимаюсь, у меня, я как бы, концентрируюсь, чтобы протестировать человека. Жена заходит, я такой сильно концентрируюсь. Она такая. Она видит, я на втором этаже, там просто видно этот этаж. Я сижу там. Она такая. Ты что, не заметил, что я зашла? Я такой метнулся, прибежал. Ой, заходи, моя хорошая, так рад тебя видеть. Не заметил? Я говорю, не, не заметил. А сам заметил. Просто я жил сосредоточен сильно. Унижение такое. Знаете, когда бежал по лестнице, думал, господи, какой кошмар. Извините, просто я вам рассказываю, как мужчина себя чувствует. А ей так приятно было, что я сбежал. Она заулыбалась. Понимаете, о чем я говорю или нет, мои хорошие? Я говорю о том, что если вы хотите счастливую семейную жизнь, это аскеза. Это не то, что не тут встретил. Все женщины одинаковые, все мужчины одинаковые. В этом своих мужских желаниях и женских я имею в виду в этом. Поэтому надо сначала изучать, что такое любовь. Надо понять, как эта энергия действует. Если человек понимает это, то надо дальше иметь силу для того, чтобы с этим справиться. Силу реально. И самое главное, что я сегодня вам хочу донести именно в отношениях, что отношения в любви имеют легкий, ненавязчивый, основанный на знании стиль. Не на спонтанности, а на знании. Ты должен четко знать, мужчина, как вести себя с женщиной, чтобы она была счастлива. Женщина должна четко знать, как вести себя с мужчиной, чтобы он был счастлив. Никаких наших желаний личных в этом вопросе не учитывается. Вот, допустим, тебе не хочется ходить вот такая, скажешь, что я рабыня, что ли, так себя вести. Хорошо, не хочется, он найдет себе другую, которой хочется. Вот и все. Потому что ему, мужчине, вот он может, вот приведу пример, допустим, да. Каждая женщина, она знает недостатки своего мужа. И у каждой женщины возникает мысль в сердце, я бы могла себе найти и получше. Откуда эта мысль возникает, мы тоже поговорим. Вот. То есть у каждой женщины возникает, вот если, допустим, она подошла к мужу, смотрит на него, я могла себе найти бы и получше. Ну, есть много причин, у него есть куча недостатков. Он не может от вас в этом случае получить любовь. Вот вы смотрите на него, если в ваших глазах нет полной верности вот такой, что я твоя, ты для меня единственный человек, а именно он ждет такого взгляда в своей жизни, ему больше ничего не надо. Вот ты для меня единственный человек, тогда он не сможет получить энергии любви. А если мужчина не получает энергию любви, ну, какое-то время он живет без этого, у него разочаровывается в жене. То есть у него просто в голове было, я бы могла себе найти получше. Она прибежала к нему встречать, обняла в голове, я бы могла найти себе получше. Все, он ничего не получил, твое обнимание бесполезно, оно не дало никакого результата, потому что качество не то. В результате он как бы видит, рядом с ним находится человек, который не дает ему любовь. Мужчина не может жить без любви. Женщина может любовь получать. Женщине нужно, чтобы мужчина возбуждал в ней энергию любви. Ей нравится, когда она начинает жить энергию любви. Но если он не возбуждает энергию любви, он не ведет себя ласково, нежно и снисходительно, то в этом случае она начинает энергию любви получать от детей, от мамы, от папы, от подружек, от кошки, от кого угодно. То есть она еще какое-то время может пожить в такой атмосфере, потому что из нее энергия любви исходит. Но мужчина, из него энергия в любви не исходит. Он пользуется женской энергией. Атмосферу, которая создает любовь в квартире, создает женщина, это ее атмосфера. Поэтому она катерикорически против того, что не создает ей атмосферу. Мужчина что-то принес, какую-то вещь. Она говорит, этой вещи у нас дома не будет. Я говорю, что такое, не понял. Вот не понял. Потому что женщина создает атмосферу. Это не ты. Ты пользуешься, ты приходишь куда-то, где все создано. Вот представь, допустим, теперь я задачку с мужчином даю. Две женщины живут в одной квартире. Допустим, квартира состоит из двух квартир. Одна общая кухня. Если вы там перегородчику не поставили плотненько на кухне, то вся квартира в дребезге разлетится. Почему? Потому что женщина, она создает свою атмосферу любви, свой порядок наводит. Другая начала свой наводить. И там на пересечении что-то у них попалось. Дальше будет жесть. Одна сюда ставит, другая сюда ставит. И пошло. Так или нет? Потом разлетается весь дом. Мама с дочкой точно так же будет. Такая же ситуация. Женщина создает атмосферу любви в квартире. Ты приходишь и счастье испытываешь вот это. Тебя дома расслабляет. Тебя дома хорошо. Готовит тебе. Тебе хорошо, когда жена приготовила. Потому что женщина вкладывает эту энергию любви туда. Поэтому тебе хорошо. Она постирала тебе, когда тебе жена постирала, тебе хорошо. Когда она тебе приготовила, тебе хорошо. И ты говоришь, я тебе на день рождения подарю стенку. Она говорит, не надо. Почему? Потому что, а вдруг ей не понравится. Тогда хорошо не будет. Или он решил ей подарить на день рождения перестановку мебели в квартире. Она приходит домой, короче, вся атмосфера любви разрушена. А у нее день рождения. Она садится и плакать начинает. Он просто не понимает. Не понимает, как устроен этот мир. И из-за этого все страдания. И так мужчина не обладает своей квартирой. Он в ней может, как бы, сказать, какие законы там жить. Женщина будет принимать это. Но дальше по мелочам она делает сама все. Понимаете, женщина не может создавать законы, как нам жить. Это мужчина делает. Если она начинает это делать, она рубит его волю. И так далее. То есть надо изучать все эти вещи. Как бы обязанности человека истекают из его природы. И из необходимости близкого человека.